Всем привет! Всех рада приветствовать на своем канале! Сегодня будет закупка из магазина FixPrice. Хорошенечко я там затарилась бытовой химией, у меня все закончилось. И вовремя так я зашла, если честно, потому что вообще не было людей. То ли из-за выходных, то ли из-за чего. И я прям в удовольствие погуляла, меня ничего не напрягало. Первое, что покажу, наконец-то у нас опять вернулись пемосы. И, кто не знает, это очень хороший такой универсальный гель для стирки. Стоит он 99 рублей в FixPrice, в остальных магазинах он, если честно, дороже. Потому что одно время он у нас пропал, и я начала обращать внимание, сколько он стоит в других магазинах. И была шокирована, потому что я думала, что, как правило, если это какие-то раскрученные марки, то, например, в FixPrice стоит 99 рублей, в других магазинах 102-103. И, ну, то есть, абсолютно незначительная разница. Здесь же очень была значительная разница. По-моему, я его видела в пятерочке или в магните и не купила. Сегодня я зашла и увидела пемос. Кстати, думала взять две, потом думаю, ладно, раз он появился, возьму пока только одну. Неплохой гель, хорошо стирает. Я им стираю полотенца, постельное белье, там, я не знаю, какие-то вот такие футболки могу постирать. Ну, то есть, не рубашки, брюки, не то, что я ношу на работу, а вот повседневную такую одежду. Домашнюю, я бы даже сказала. Дальше, девочки, я не знаю, то ли у меня глаза не туда смотрели, но я не обращала внимания раньше в FixPrice на продукцию, которые вот, или они как-то изменили дизайн, я не знаю. В общем, называется санитария, санитарная формула, в общем. Не хочу я говорить на английском. Заменим 10 специальных чистящих средств. Давайте прочитаю, что он делает. Уничтожает микробы, грибок, неприятные запахи. Предназначена для чистки и антимикробной обработки раковин, ван, душевых кабин, унитазов, профилактики засоров, канализационных стоков, мытья керамической плитки, любых твердых моющихся напольных покрытий, настенных панелей, моющихся обоев бытовой техники. Объем здесь литр, стоил, как вы видите, 77 рублей. Очень, кстати, хорошая подсказка для блогеров. Я такой раньше не видела, решила попробовать. Интересно, хороший, плохой. Из этой же линейки я взяла уже вот такое средство с распылителем. Здесь у нас спрей для ванной комнаты. Идеально для чистки и бережного ухода за акриловыми эмалированными ваннами, душевыми кабинами, раковинами, кранами, кафельной плиткой, унитазами. Кафельная плитка для меня была основополагающей, потому что в ванной у нас кафель. Средство удаляет известковый налет, мыльник, жировые загрязнения, не оставляет разводов, придает блеск. Это стоило 55 рублей, средство. По-моему. Сейчас скажу точно, у меня чек есть. Чтобы не... А, нет. Они оба стоили 77 рублей, просто на этом нет наклеечки. Дальше. Купила я вот такое вот средство. Я не вижу, что за фирма. Здесь почему-то нет. Средство для мытья полов. Полтора литра здесь. Не видно вам. Вот полтора литра. Линолеум, ламинат, кафель, паркет. Ну, как пользоваться средством для мытья полов, я уверена, все знают. Поэтому не буду я читать, что он там делает. Просто большой объем. И у меня закончился мистер Пропер. И решила попробовать что-то новенькое. Давайте чуть-чуть вас подвину. Дальше. Из бытовой также химии. У Светланы 1983. Я увидела кислородный пятновый водитель. Я на него до этого обращала внимание. И мне кажется, девочки меня поймут. Знаете, из-за чего? Из-за его оформления. Мне кажется, очень такое хорошее оформление. Глаз сцепляется, если можно так сказать. Стоил он, этот пятновый водитель, 55 рублей. Он подходит как для стирки в машинке, так и для ручной стирки. И также он подходит для замачивания. В последнее время я стала замачивать в кофточке Максика. Потому что у него есть какие-то пятна, которые на кофточках нужно предварительно. В тазике я разбавляю одну или две ложечки пятнового водителя. И оставляю, например, часа на три. Потому что на ночь редко я вспоминаю. А вот в течение дня у меня в ванной может что-то, как можно сказать, замачиваться. Посмотрим, мне кажется... А, кстати, ложка внутри написана. Давайте покажу вам ложку. Ой. Сейчас. Если это у меня... Ой-ой-ой, оно все сыпется. Так, подождите, я над пакетом сейчас это сделаю. Угу. Вижу ложку. Ну, в общем, после видео мне придется пылесосить. Вот ложечка. Вот она. Симпатичная. Ну и пятновый водитель обычного порошка. Выглядит как обычный порошок. Ложка такая, миниатюрненькая. Вот. Все. Показала вам все. Дальше. Дальше купила необходимые вещи в доме любой хозяйки. Это перчатки у нас закончились. Две пары размер L я всегда беру, потому что пользуюсь такими перчатками и я, и мой муж. И вообще я очень не люблю, когда перчатки маленькие. Для меня это дискомфорт. Ну вот, у меня очень длинные пальцы и еще и у меня длинные ногти. Поэтому мне нужно, чтобы перчатки были, в общем, такие. L как минимум. И у меня еще закончились вот такие перчатки. Это обычные перчатки хозяйственные. Здесь их 10 штук. И они очень удобные, тоже комфортные. Мама бывает там, я крашу ей волосы и использую эти перчатки, потому что все-таки они будут попрочнее, понадежнее, чем те, которые в коробочках с краской. Да и вообще, такие перчатки, мне кажется, ну, пользуются спросом при уборке, при всяких таких работах. Дальше появились, кстати, еще в фикс-прайсе тоже я не видела до этого. Вот такие влажные салфетки. Здесь целых 120 штук. Написано, что они для детей. Но бывает, что мы такие салфетки используем для повседневных тоже таких нужд. И сейчас скажу точно, они стоили 55 рублей. Вы представляете, здесь их 120 штук. Они стоили 55 рублей. Не знаю, какие они по качеству, ничего не буду говорить, потому что я взяла их первый раз. Но если они нормальные, то можно будет закупиться, потому что, мне кажется, их у нас очень быстро расхватают, так как цена просто, ну, за такое количество цена какая-то, я бы даже сказала, космическая. Дальше. Покупка, которую я совершаю уже не первый, не второй, даже не третий раз. Это вот такие резиночки. Здесь их 6 штук. Кто смотрит меня давно, тот понимает, что резиночки в нашей семье нужны не только мне, но и моему мужу. У него длинные волосы. И такой формат резинок моего супруга устраивает. Потому что я ему как-то купила с сердечками, там, с цветочками, с бабочками. Он сказал, что, в общем, нет. А вот такие они спокойные. Я бы даже сказала, такие мужские, если уж на то пошло. Поэтому я их покупаю ему, и они постепенно выходят из строя. И где-то, наверное, раз в год, может быть, даже чаще, я ему обновляю их. Поэтому я увидела их, думаю, надо бы прикупить, чтобы у Сереги они были, чтобы он не нуждался в резиночках. Хорошего качества. Я тоже такими пользуюсь. Потому что, в любом случае, ну, как бы, если мне нужно в ванну, например, захватить волосы, то беру их. Такие очень долго они служат, не выходят из строя. Классные резинки. Кто не обращал внимания, обратите, не пожалеете. И последнее, что я купила в фикс-прайсе, если не говорить о пакете, то это вот такой кофе. Три в одном. Такой кофе любит мой муж. Он любит им баловаться, так как тут у нас сейчас выходные. Я ему, кстати, никогда его не покупаю. И он еще не видел, что я его ему купила. Он очень обрадуется. Думаю, что, как бы, удивится даже. Я не знаю, хорошее это кофе или нет. Вообще три в одном, какой хороший кофе, какой плохой. Этот стоил 8 рублей. Пакетик. На кассе я сначала была, думаю, возьму штучек 5. Потом думаю, нет, возьму 2. Мало ли, может быть, плохой. Как-то он покупал себе такой кофе, на котором сзади был приклеен уже натертый шоколад. У кого в магазине, в городе есть магазин Высшая Лига, этот кофе продается в Высшей Лиге. И вот прямо очень многие говорили про этот кофе с этим чертом шоколадом, что это самый лучший. Но я не знаю, я не разбираюсь, такой кофе я не пью. Вот и все. Это были все-все-все мои покупки. Я считаю, что я сегодня прям вообще очень круто сходила. Я не купила ничего из сладостей, ничего лишнего. Все по делу. Я пришла такая, видите, воодушевленная. Думаю, ух, сейчас я поделюсь со своими подписчиками. Девочки, кто пользовался уже этими средствами, скажите, какие они по качеству. Потому что, в принципе, на пятновый водитель я не сказала бы, что я возлагаю какие-то шикарные надежды. Я надеюсь, что он просто нормальный. А вот на эти средства я надеюсь, что они меня не подведут. Ну, а вообще, если я была вам полезна, то спасибо вам большое за просмотр. Я очень рада. Если вам понравилось, обязательно поставьте пальчик вверх. И всем пока-пока!